Болотные сапоги, не нужны одежда, перчатки на руках и фонарик. Вот что нужно перед погружением в коллектор. Вместе с дигером Денисом Мурушкиным, который здесь уже раньше бывал, наша съемочная группа спустилась под землю. Мы сейчас погрузились в подземный коллектор реки Лыбедь, которая была замурована в конце 60-х годов, причине сильной засоренности города. Приехала комиссия Санкт-Петербурга и приняла такое решение, что реку необходимо погрузить в коллектор по причине большой засоренности. И вот с тех самых лет эта река замурована в этот бетонный, скажу так, дом. И сейчас мы с вами пройдем и посмотрим, в каком состоянии он находится сейчас. Высота первых 300 метров коллектора около метра. Идти приходится по алистому дну. В нем сапоги часто проваливаются в ямы. Температура в коллекторе куда выше, чем на улице, поэтому здесь жарко и душно. Да и при том внутри живности не меньше, чем снаружи. По углам сидят пауки, а в воде плавает рыба. А если не угадать с обувью, то можно ловить ее сапогами. Хватает и мусора, металлические конструкции, бревна под водой и многое другое. Да и сам коллектор рушится, создавая определенную угрозу. Вот мы сейчас подошли в первую обломленную ливневую яму сливной. В трубе. Вот она лежит в воде. Вы сами видите, в комнате все находится в виде. А вот с той стороны ее продолжение. Через 300 метров будет расширение коллектора. Географически где-то около цирка. И идти можно в полный рост. Денис Мурушкин рассказал, что состояние тюбингов или стен коллектора оставляет желать лучшего. Во время своей первой вылазки Денис Мурушкин вместе с командой прошел до конца коллектора улицы Яхонтовой. Около первого автотранспортного училища. Вылезти раньше просто не получится. Лестницы на всех ливневках сгнили. Да и здесь есть свои трудности. А вот так все выглядит снаружи. Это один из немногих входов Лыбецкий коллектор. Правда сам вход заварен, а канализационные лестницы отгнили. Он уходит вглубь приблизительно метров на 5-7. Сам коллектор продолжается 2,2 километра. Он проходит под детской площадкой, арт-лужайкой и Лыбецким бульваром недалеко от цирка. Стоит отметить, что с 60-х годов Лыбецкий коллектор не ремонтировали. Прекрасно было видно во время прохождения Лыбецкого коллектора, что стены коммуникации находятся в очень плачевном состоянии. Очень большой идет обвал грунта местами. Теистично треснутые тюбинги, обваленные трубы и очень большое количество собранного ила на выходе из коллектора, что влечет за собой еще больший обвал и еще большую нагрузку на бетонные швы и стыки, которые находятся непосредственно в воде. Если, дай бог, произойдет чрезвычайная ситуация, произойдет какой-то обвал грунта, то вся вода, которая течет с временного пруда, в том месте, где произойдет обвал, просто будет затапливаться город. Не погрузившись под землю, сложно увидеть проблему, говорит Денис. Он добавил, что таких коллекторов минимум три в Рязани. И сложно судить, в каком они состоянии, если туда не спуститься. Однако Денис сразу предостерегает всех желающих. И делать такие подобные вылазки самостоятельно я никому не рекомендую. Это очень травмоопасно. Проще посмотреть. Это все на экранах. Наша телекомпания отправила запрос, чтобы узнать, будет ли проводиться ремонт коллектора. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.